Всем привет, друзья! С вами Рафаэль Хайтек и в этом видео я покажу, как сделать из вот такой водяночки универсальную систему охлаждения. И ее можно подключать к абсолютно любому сокету. Для этого вам нужны прямые руки, мозги и 3D принтер. Ну и немножко расходников. Поехали! Всем привет, друзья! Вот такая водяночка мне досталась, дипкуловская, бушная. Цена ей, вы просто удивитесь, полторы тысячи рублей. Давайте посмотрим, какие у нее характеристики. В общем, вот такая водяночка Дипкул Гаммакс Л240В2. 220 Вт способна рассеять радиатор, значит. Так, давайте посмотрим на характеристики более подробные. 282 мм, 120 и 27. Так, получается 220 Вт мы можем рассеять, друзья. И это прям потрясающе. Сейчас буду ее... Так, сейчас будем смотреть, делать ревизию. Ну, с ней, по идее, все должно быть нормально. Вот единственное, что за много лет работы вот такая вот пылька тут скопилась. Соответственно, нужно помыть радиатор, и все это дело почистить, и будет работать. Лайк и подписочка. Для чего нужен на самом деле 3D принтер? Вот смотрите, печатает он вот такую детальку, да? И нужна она, друзья, для вот такого крепления водяного охлаждения. 3D принтер должен выполнять какие-то реальные задачи. То есть мы взяли, померили расстояние, да, заднего крепления. И печатаем это в 3D принтере, ну, предварительно сделав модель. И самое забавное, друзья, то, что на 3D принтере я уже делал крепление для кулера. То есть у него не было своего крепления, я напечатал на вот таком принтере крепление. Сделал вот такой адаптер для моей новой водяночки. Пришлось напечатать, друзья, крепление для сокета AM4. В общем, это крепится вот так, а это уже, соответственно, к самому сокету. Делал вот такие шаблоны на 3D принтере и получилось вот такое чудо. Сейчас все скрутим и проверим, подходит или нет. Вот так, друзья, 3D печать спасает и помогает сделать из водяного системы охлаждения универсальное крепление с помощью 3D принтера. В общем, крепление под AM4 сокет реализовано. То есть изначально было под Intel, а я сделал под AMD. В общем, проверяем, смотрим, чтобы ничего не торчало лишнего. Примеряем и, надеюсь, будет работать. Итак, тонюсенький слой термопасты нанесен. И ставим водяночку, собственно. Короче, для удобства установил заднюю планку тоже, которую печатал ранее для того, чтобы проверить дырки сокета AM4. Короче, происходит рабочий процесс установки водяночки, вот такой. И, в общем, вот как 3D печать спасла ситуацию. Стоит все идеально. Я вот так примерил, посмотрел, как выглядит. В общем, наносим термопасту, подключаем и смотрим. Друзья, а вот результат. Водяночка стоит, работает. Она у меня стоит за пределами корпуса, потому что в этом таком корпусе она, к сожалению, никуда не помещается. Тут видеокарта 3080Ti, там Ryzen 2700 старенький. И вот эту всю внутреннюю начиночку, вот этот радиатор, и вот этот обдувает вот такой вертухан. Также поддержка на 3D принтере напечатана. В общем, такая красота, друзья, работает. Процессор в нагрузках греется максимум до 60 градусов. Прямо потолок. А в основном в играх где-то 40-41 градус. Так что ставьте лайкусики, подписывайтесь, пока.